Привет всем! Сегодня международный день мам и сегодня в Ростове будет конкурс бизнес мам успешных и красивых. И мне выпала честь оценивать их сегодня в жюри. И что это видео делает на канале фотографа, спросите вы? Да дело в том, что я попал туда именно благодаря тому, что я фотограф и не последний фотограф в нашем городе. И это очень замечательно, что на такой конкурс собирают людей из разных областей, сфер деятельности. Там были и бизнес-люди, и я был представителем творческой профессии, и вроде бы, как говорили, там и медицина, еще что-то было. Я сомневался вообще делать ли это видео и загружать ли это видео именно на этот канал. Я до сих пор сомневаюсь, и чуть дальше я задам несколько вопросов вам на эту тему. Мне действительно важна ваша обратная связь. А пока давайте посмотрим, что там было дальше. Это пока репетиция. Отсюда самый хороший обзорчик, нам повезло. Бюллетени для жюри, пряник, и, пользуясь служебным положением, можно выписать кому-нибудь диплом. Не салфачный в туалете свет. В туалете свет должен быть самый красивый. Все члены жюри уже в сборе. Добрый вечер, добрый вечер, дорогие дамы и господа. Добрый вечер, рады приветствовать вас всех. На конкурс были выбраны действительно интересные участницы. Амбициозные, целеустремленные, красивые. У каждой из них свое увлечение, бизнес, цели. В первом блоке конкурса они представились, продефилировали сами и со своими детишками. Для каждой девушки аплодисменты такой прекрасной маме. Во время творческой части пели, танцевали, делали вкусняшки и небольшие постановки со своей семьей. Сегодня мамин день. Я знаю, что мама любит готовить каждый день. Все, у меня еще месяц в запасе, пойду я по готовничку. А вам удачи и счастливого конкурса. Ну и участники. Спасибо, потрясающе. И у него Елена, и у нее. Ухачки, я ухачки, наверное, даже в какой-то мере хищен. Были и интересные выступления, и забавные, и красивые, и вкусненькие. Только что при нас опормили торт и сказали, что члены жюри сейчас будут пробовать. Это, по-моему, похоже на подкуп. Наша, что тебя случило в этом месте? Очень красивый год, но очень длинный год. Надо было чептикать надеть. Да, было хуже. Нази мне какой-нибудь, например, партнер. Это нам ставим. Затем представили нас, членов жюри. Семейный фотограф с Экстином Андрей. Еще были выступления коллектива в гостей мероприятия, и некоторые детские танцы мне показались откровенно не детскими. Далее супермамы представили свои проекты и планы. Кондитерская, мастерская, изготовление, прокаты и продажи одежды, благотворительность, фитнес, частный детский сад, организация фото-проектов, чем только не занимаются целеустремленные мамы. В следующем конкурсе они продемонстрировали свой вкус в одежде, показом своих вечерних платьев. И дальше нас, членов жюри, отправили выбирать лучшую из них. Членов жюри попросили удалиться для посчета голосов. Честно сказать, я был в таком восторге, что хотелось каждую наградить. Хотя так и было, но об этом попозже. Оценивать мы были должны по 10-ти бальной системе. И в моем бюллетене были почти все десяточки, ну и немного девяток. Но самую главную супермаму должны были выбрать только одну. Во время поздравлений участницы прям засыпали подарками, они валились из рук. Каждая девочка получает сертификаты и набор косметики. Еще не объявили победительницу, но уже вот столько вот подарков у них в руках, еле-еле умещается. Норма! Поздравления затянулись, интрига нарастала. В городе Ростов-на-Дону становится Сахарова! В итоге победила Сахарова Наталья. Мама трех детей, адвокат, учитель школы эстетического и духовного развития детей. Я очень впечатлен мероприятием. Рад, что меня пригласили. Думаю, это будет не в последний раз. И еще будет возможность повосхищаться талантами нашего города. Причем без фотоаппарата в руках. Хотя, откровенно говоря, чесались руки схватить камеру и поснимать. Но я ее с собой просто-напросто не взял. Поэтому, хоть шел телефон. Вот такой, как мне кажется, ненавязчивый выпуск у меня получился в формате влога. И мне интересно ваше мнение, уместны ли такие видео на моем канале. А с вами был Андрей Сайфудинов, свадебный и семейный фотограф в городе Ростове-на-Дону. До новых встреч! Пока! Субтитры создавал DimaTorzok